В преддверии 9 мая в особом порядке работали нотариальные конторы Брестской области. Опытные специалисты отвечали на все вопросы, которые волнуют брещан. Получить бесплатную правовую помощь можно было как при личном обращении, так и по телефонам нотариальных контор и бюро, а также дистанционно с применением видеосвязи. Эти акции проводятся традиционно во всех нотариальных конторах Республики Беларусь, и в том числе, конечно же, в нотариальных конторах Брестского округа. И, кроме того, на базе Брестской областной нотариальной палаты, опять же, традиционно, ежегодно проходит акция по бесплатному консультированию, но в этой акции принимают участие представители различных органов, в том числе Главного управления юстиции, адвокаты, представители ЗАГСа, Фонда социальной защиты, органов принудительного исполнения. И граждане имеют возможность получить комплексные консультации по всем вопросам, которые у них возникли в жизни. Как правило, люди приходят на бесплатные консультации с теми вопросами, которые они не смогли решить на обычных приемах. Нередки случаи, когда жизненная ситуация человека настолько запутана, что помочь может только комплексный подход к проблеме. Так случилось и у брещанки Светланы Тулуповой, которая пришла на бесплатную консультацию со своим бывшим мужем. В вопросе раздела имущества им помогали разобраться специалисты. Конечно, хорошие специалисты подсказали выход пока на данный момент из сложившейся ситуации. Я думаю, что как-то вопрос наш тронется с места, потому что мы были в тупике. Надеюсь на дальнейшее решение вопроса. Представители нотариального сообщества говорят, что работа, которая проводится по повышению правовой культуры горожан, дает свои плоды. Правовому просвещению в настоящее время уделяется очень большое внимание в государстве, потому что правовая грамотность населения, она очень серьезную роль играет в том, как люди могут реализовать свои права. Знание законодательства населению дает возможность реализовать свои права и обратиться туда, куда им нужно для решения своих прав. Сегодня очень много делается для того, чтобы люди могли комфортно, спокойно решить свои вопросы. Достаточно информации об этом существует и в средствах массовой информации, в социальных сетях, на интернет-сайтах официальных госорганов. Ирина Левчук, Андрей Щерб, Александр Макаревич, телекомпания ВУК-ТВ.